всем привет меня зовут авами виса и это моя рубрика география моды где я показываю вам как одеваются девушки разных стран мира сегодня я расскажу вам про норвегию сейчас зима и самое время погрузиться в атмосферу этого скандинавского региона хоть это всего второй выпуск 1 был про англию я признаюсь я уже влюбилась в эту рубрику и я нашла совершенно новые для себя варианты комбинирования одежды и уверена что вы тоже сможете посмотреть на свою привычную одежду свежим взглядом и подчеркнуть пару идей поклонники сериала скам наверняка заметили что персонажи часто носит довольно теплый верх и казалось бы не самый теплый низ увидеть голую щиколотку из-за подворотов и светлые кеды в паре с теплейшими шапками и шарфами нормальная история и в повседневной жизни обувь на каблуках тут не жалуют но модная молодежь их носит при условии что это удобная устойчивая пара хотя в целом это куда скорее исключение чем норма светлые широкие брюки с подворотами черное пальто оверсайз массивный шарф и свитер из той же категории дополняют объемные варежки в идеале чтобы они были хендмейт вполне себе типично нетипичный модно уличный лук главный цвет гардероба это черный 2 по важности черный и третье место как вы уже понимаете делит черный серый и нейтральные пастельные оттенки если выбрать свитер крупные вязки кстати обязательно оверсайз поэтому лучше сразу брать на 2 а то и на 3 размера побольше прямые джинсы черные ну или синие если ты считаешь себя модничком и серый кардиган и все это вместе надеть то будет вполне себе базовый лук в первую очередь я надела просто серый кардиган на рубашку которая заправила высокие джинсы и потом дополнила это свитером представляете даже в таком виде в норвегии можно будет выделяться из толпы ибо в идеале тут должен быть черный свитер и черные или темно-серые джинсы мой же вариант получился более молодежный в норвегии главенствует следующий постулат не выделяться я оставлю сейчас разговоры о фриках о членах субкультура просто супер хай fashion luxury и тп и тд знаменитостях ибо очевидно что в их случае это уже личный образ они общее настроение а ведь я именно о нем в их языке есть даже специальный термин который несет в себе негласное правило не думать что ты лучше кого-либо другого и стиль в одежде во многом базируется на этом настроении если вы можете позволить себе дорогие вещи вам не нужно их выпячивать и наглядно демонстрировать черный пуховик черные ботинки черные свитер все довольно простого кроя чтобы не сильно выделяться и теплая шапка крупной вязки принтов цветочков и даже свитеров с оленями тут особо не жалуют и не носят предпочтение это серый и черный и как я уже говорил ранее иногда вариации пастельных сдержанных оттенков очень любят вот такой материал правда я никак не могу вспомнить его название вот знаете иногда так бывает ты вроде знаешь слово а потом бац и забываешь его но тем не менее вот этот материал пользуется большим спросом в том же скаме кстати его вариации верхней одежды можно очень часто наблюдать на героях этого сериала парка черные скини фаворит кстати что забавно что даже в лютый холод можно увидеть человека с паркой на распашку кстати когда я была в скандинавской стране я дико мерзла хотя температура была ну едва минусовой но мне блин было холодно даже с учетом термобелья и кажется всей одежды что я с собой привезла а местные особенно подростки щеголяли в белых кедах и черных лосинах с паркой на распашку я испытывала боль глядя на все это и мне было еще холоднее из-за погодных условий из-за климата который весьма и весьма суров девушки являются приверженцами строгости лаконичности и удобства во всем своем виде совершенно нормально тут встретить человека который носит спортивные брюки которые даже больше напоминают на самом деле домашние лосины и но это тут на выход например в кино на прогулку в кофейню я пыталась собрать лук с такими брючками и я была очень сильно удивлена ведь мне кажется это выглядит реально круто на тему одежды тут вообще не запариваются конки за брендами тоже нет масс-маркет более чем ок его носят как взрослые так и дети никто особо не заморачивается главный кстати аксессуар который у них фаворите это рюкзак ну и в идеале чтобы рюкзак был довольно большой и довольно объемный я надеюсь что это видео вам понравилось спасибо всем за просмотр и всем пока до новых встреч